Именно здесь, в Толовом Куйбышеве, начиналась повесть о настоящем человеке, которую описал в своей книге Борис Полевой. Врачи Ивака Госпиталя номер 3999, в здании сейчас размещается университет Наяновой, поставили на ноги героя Советского Союза Алексея Моресьева. Именно там он учился ходить на протезах. После лечения летчик вернулся в свой полк и сбил еще семь вражеских самолетов. Тамара Алексеевна Кафидова здесь провела все детство. Навещала сначала деда, а потом отца, который лежал в госпитале. 9 мая 1945 года его привезли сюда, в Ивако-госпиталь, очень тяжело раненого, полуживого, в гипсе всего. И вот именно здесь хирург Акмезианов, известный, подарил ему не только жизнь, но он и спас его ногу. Вера Александровна Файзулина работала медсестрой в Ивако-госпитале с первых его дней. На праздник в силу солидного возраста прийти не смогла. Рассказывает, события 40-х годов в памяти остались на всю жизнь. Я видела их без ног, молодых людей, без ног, без рук. Тяжелые там, не то, что до войны лежали, долечивались, а живые раны. Мы встречали тех раненых сначала с поезда, санитарных поездов снимали, носили на себе эти носилки, потом укладывали в машины, из машины выгружали. Машина Додж. Эту технику нам доставляли по Ленд-Лизу. Конкретно этот автомобиль ездил фронтовыми дорогами с 1944 года. В Ивако-госпиталь номер 3999. Эта машина доставляла раненых прямо с вокзала, куда их сотнями привозили на поездах. Под музыку духового оркестра к мемориальной доске, расположенной на здании, возложили цветы. Военно-патриотический клуб представил реконструкцию тех событий. Раньше здесь была школа, которую в 1943 году переоборудовали в госпиталь буквально за два месяца. В основном здесь лечились бойцы с ампутированными конечностями. Врачи и медсестры, не зная отдыха, трудились по 10-15 часов. Доктора поистине творили чудеса, возвращая к жизни самых безнадежных. За годы войны они опубликовали 27 научных трудов, которые помогли спасти жизни миллионам солдат. Мы часто вспоминаем и заслуженно о подвиге летчиков, танкистов, разведчиков. Но подвиг военного врача, медсестры, он был не менее героический. И так или иначе, я опять обращусь к цифрам, которые в том числе и для меня стали новыми. Это срок жизни медицинских работников на войне был на втором месте после потерь стрелковых подразделений. После войны Ивакогоспиталь номер 3999 стал областным клиническим госпиталем ветеранов войн. Всего в годы Великой Отечественной форму военврачей надели порядка 700 тысяч человек, которые вернули к жизни более 17 миллионов красноармейцев. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.